Экспо-музыка с Михаилом Брызгаловым Шедевры из коллекции музея имени Глинки Вы, наверное, замечали, что зачастую народные инструменты своей формы, материалом из которого они выполнены или способом исполнения, отражают жизнь и быт народа. Неслучайно кабыз, казахский струнный смычковый инструмент древнего происхождения, своим силуэтом напоминает охотничий лук. Корпус кабыза выдалбливался из цельного куска дерева. Это один из древнейших способов изготовления музыкальных инструментов. И объясняется он вовсе не технической отсталостью или отсутствием металлических приспособлений. По древним верованиям многих народов только в цельном куске сохранится живая, поющая душа дерева, которая и будет звучать в инструменте. Форму корпуса напоминает удлиненный ковш в нижней части, затянутой верблюжьей кожей. Тетиву заменяют две струны из некрученного конского волоса, натянутой высоко над грифом. Во время игры пальцы не прижимают струны к шейке инструмента, а лишь прикасаются к ним. Смычок кабыза также лукообразный, со свободно подвешенной прядью конских волос, которые смазывают смолой. Шейка и края корпуса по всему периметру украшены узкими металлическими накладками с чеканным орнаментом. Кроме того, к корпусу и головке кабыза прикреплены звенящие металлические подвески, которые являются не просто украшениями, а шаманскими знаками-символами. Таким инструментом, считая его священным, пользовались шаманы-баксы и знахари для изгнаний злых духов. Простой народ даже боялся прикасаться к этому инструменту, потому что верил, что кабыз, как и хозяева инструмента, боксы, обладают чудесной волшебной силой и способны оказывать воздействие на судьбу человека. Игра на кабызе была также связана с эпическим творчеством жирау – певцов, которые в кочевой среде занимали одно из видных мест. Жирау находились обычно при дворе ханов, являясь военными и политическими советниками. Воспевали героические подвиги ханов и батыров. В прошлом столетии исполнение эпических произведений перешло к акынам и их сказаниям в сопровождении дамбры. Носителями традиции игры на кабызе остались только боксы. Согласно преданиям, кабыз создал Куркут-Ата, великий шаман и сказитель степей, живший в 8-9 веках. Куркут – легендарный отец музыки, создатель песни на земле. Легенда рассказывает, что Куркут не мог примириться со скоротечностью человеческой жизни и решился искать бессмертие на земле. В странствиях по всему свету он так и не нашел ответы на извечные вопросы жизни и смерти. Возвратившись на родные берега реки Сыр-Дальи, Куркут сделал инструмент, выдолбив его из прочного дерева арчи – можжевельника. Натянул струны и заиграл, изливая свои мучительные мысли и чувства. Он вложил всю свою душу в эти мелодии, и чудесные звуки его струн дошли до людей и пленили их. С тех пор мелодия Куркута и созданный им кабыз пошли странствовать по земле, а имя Куркута осталось бессмертным в струнах кабыза и в сердцах людей. Экспо-музыка. Шедевры из коллекции музея имени Глинки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова